Основные правила похудения и сушки Правило номер один. Питайся часто от 6 раз в день, чтобы поддержать высокий темп обмена веществ, при этом не пропускай приема пищи, особенно завтрак Правило номер два. Сократи общее количество калорий, при этом старайся соблюсти следующие пропорции в пище 40-50% углевода, от 30 до 45% протеин и от 10 до 15% жиры Правило номер три. Последний прием пищи перед сном должен содержать минимум углеводов Исключение. Сразу после тренировки прием пищи должен быть с достаточным количеством углеводов Правило номер четыре. Старайтесь из последних продуктов выбирать те, которые приносят вам удовольствие Правило номер пять. Быстрые углеводы, булочки, конфеты, белый хлеб и так далее усиливают голод Старайтесь не употреблять эти продукты. Чувство голода поможет снизить большое количество воды, в том числе во время тренировок Правило номер шесть. В среднем культурист со средней скоростью обмена веществ будет сбрасывать от полутора до двух килограмм веса в неделю Если у вас низкая скорость обмена веществ, поднимите интенсивность тренинга и увеличьте продолжительность кардионагрузки Правило номер семь. Заранее покупайте и готовьте питание на день На этапе похудения у вас не должно быть осечек и случайных перекусов Основные добавки для набора массы и роста мышц Зеленый чай. 250-300 миллиграмм. Зеленого чая ускорит метаболизм. Можно принимать экстракт в таблетках 200 грамм. Кофеина послужит отличным стимулятором нервной деятельности Карнитин. 2000 миллиграмм. Ежедневно поможет сохранить мышцы и ускорить метаболизм Примерный план диеты на день. Спортсмен весом 90 килограмм Первый прием пищи. 7 яичных белков, 1 кусочек обезжиренного сыра 1-2 чашки овсянки на воде, небольшой банан. Всего 385 калорий, 36 грамм белка, 54 грамма углеводов и 3 грамма жира Второй прием. 180 грамм отварных грудок без кожи, 1 чашка отварных овощей, 1 ложка растительного масла, 1 чашка коричневого риса Всего 476 калорий, 46 грамм белка, 52 грамма углеводов и 9 граммов жиров Третий прием. 180 грамм отварной говядины, 180 грамм консервированного горошка и 1 чашка брокколи Всего 535 калорий, 59 грамм белка, 45 грамм углеводов и 13 грамм жиров Четвертый прием пищи. 120 грамм отварных креветок, 60 грамм макарон, 1 чашка овощного салата, 1 чайная ложка обезжиренного соуса Всего 365 калорий, 35 грамм белка, 53 грамма углеводов и 5 грамм жиров Пятый прием пищи. 100 грамм отварной курицы, 2 кусочка обезжиренного сыра, 1 пита, 2 томата и 1 столовая ложка обезжиренного майонеза Всего 367 калорий, 34 грамма белка, 51 грамм углеводов и 4 грамм жира Шестой прием пищи. 240 грамм отварной рыбы, 2 чашки отварного салата, 2 столовые ложки обезжиренного соуса Всего 459 калорий, 63 грамма белка, 22 грамма углеводов и 13 грамм жира Всего в нашем рационе получается 2617 калорий, 273 грамм белка, 277 грамм углеводов и 47 граммов жиров. Совет. Раз в неделю замеряй талию сантиметром. Если прогресса нет, сократи потребление углеводов в одном приеме пищи. Если опять нет результатов, сократи еще одну углеводную порцию. Если вам не хватает сил на тренировке, удвойте количество углеводов в прием пищи перед тренингом. Не покупайте полуфабрикаты и копчености, слишком много жира и готовые свежезамороженные блюда. Много вредных солей, никаких перекусов между распределенными шестью приемами пищи. Если все-таки без перекуса не обойтись, то лучше предпочесть стакан обезжиренного молока, овощи или отварную говядину. Худеть лучше циклами по 2-3 месяца, а потом возвращаться к накачке массы. Каждый такой цикл раз от раза будет все более эффективным. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok